Доброе утро! В эфире новости в студии Полина Бурнашова и перейдем к выпуску. Жители отдаленных районов Барнаула смогут воспользоваться льготами на проезд. Несколько маршрутов общественного транспорта переходят на регулируемые тарифы с 1 декабря. Речь о 70 и 73 номерах. На маршруте номер 70 от поселка Борзовая заимка до площади Победы будет работать два автобуса малого класса с интервалом движения 44 минуты. Автобус номер 73 от улицы Просторной до площади Спартака будет ездить каждые 30 минут. Также с 1 декабря в Барнауле возобновят работу регулируемого маршрута номер 110. От остановки Спартак 2 до аэропорта будут курсировать 4 автобуса среднего класса. Ранее автобусы были малого класса. Интервал движения 36 минут. Также пассажиры смогут пользоваться в них правом льготного проезда, в том числе по транспортным картам школьный и студенческий. Завтра всемирный день борьбы со СПИДом. Только в 2021 году в мире полтора миллиона человек заразились ВИЧ-инфекцией. 650 тысяч умерли от заболеваний, вызванных этой болезнью. Сегодня с вирусом иммунодефицита человека в мире живут более 38 миллионов человек. И это только официальные данные. На учете в Алтайском краевом центре СПИД стоят 18 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В этом году зарегистрировано 1225 новых случаев. Больше 70% заразились половым путем. Основные направления работы Алтайского краевого центра СПИД – это ранее выявленные заболевания и своевременная постановка пациентка на учет. Особое внимание уделяют женщинам репродуктивного возраста, беременным женщинам и ВИЧ-положительным детям. Более 170 мест проверили алтайские спасатели в рамках акции «Безопасный лед». Как отметили в главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, за это время выставили два спасательных поста, перекрыли четыре места возможного выезда техники на лед. Органы местного самоуправления выставили 415 предупреждающих знаков. Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам и учителя школ организовали 374 занятия для детей. Барнаульские модельеры вошли в десятку лучших портных на всероссийском конкурсе. За победу в проекте «Лучшие по профессии» соревновались 21 мастер из 14 регионов. Алтайский край представили Елена Фоминых и Нина Катыхина, сотрудницы одной из швейных фабрик города. Финал проекта прошел в Калуге. Участники состязались в теории и практике. Необходимо было пройти тест и сшить платье за 4 часа. Нам дали крой, платья, всем, естественно, одинаковые. У каждого был свой наблюдатель, который рядышком, вот здесь всегда стоял, с секундомером. Потому что, если, допустим, я куда-то, мне нужно было пойти попить водички, они останавливали время. Я ходила, попила воды, потом они опять время включали. Все это потом учитывалось. Все справились. 20 платьев на вешалку повесили. Нина Катыхина заняла шестое место на всероссийском конкурсе. Елена Фоминых – пятая. Кроме того, барнаульские портные выиграли в спецноминации за безупречный внешний вид. Им вручили сертификат на 50 тысяч рублей в один из магазинов одежды. С 12 декабря в Алтайском крае начнет курсировать скорый пригородный поезд «Барнаул-Славгород». Общее время в пути – почти 6,5 часов. По маршруту следования поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гелевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда и Табуны. Состав нового поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. Они оборудованы мягкими креслами, системой климат-контроля, персональными розетками для зарядки мобильных устройств. При этом для социальных категорий пассажиров сохранены все льготы. Продажу билетов на поезд откроют 3 декабря. С приходом зимы каждый желающий сможет бесплатно заниматься спортом под наблюдением опытных тренеров. Проект «Зимний дворовый инструктор» стартует 1 декабря. Занятия будут проходить на свежем воздухе. Среди них футбол на снегу, хоккей, лыжи и веселые старты. Тренировки проведут в поселке Центральном и в научном городке. Помимо зимних видов спорта, каждый желающий сможет попробовать себя в бочи, игре на точность броска. Принять участие в тренировках могут люди любого возраста и любой физической подготовки. Ну а у меня на этом все. В студии была Полина Бурнашова. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok